Очень волнительно в первый день, именно после торжественного открытия, когда расходятся официальные гости и приходят люди, которым интересен манеж, интересна тема выставки, интересны дизайнерские архитектурные решения, и поэтому нам очень приятно видеть вас сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» в первый день открытия выставки «Сопряжение форм. Русская скульптура XX века». Я предлагаю вам построить эту дискуссию в очень свободном, дружеском формате. Если у вас есть вопросы, какие-то предложения, комментарии, пожалуйста, поднимайте руки, к вам будут подходить наши волонтеры с микрофонами. Я буду очень рада вашему включению в наше обсуждение, в эту дискуссию. Пожалуйста, не стесняйтесь, волонтеры всегда будут рядом. Я обязательно увижу тех, кто захочет задать вопрос, и мы передадим вам микрофон. Ну что, начинаем официальную часть. Я приветствую наших спикеров, рабочую команду этого проекта. Ирина Седова, заведующая фондом скульптуры Государственной Третьяковской галереи. Ирина была научным консультантом этого проекта. Ингмар Витвицкий выступил в роли архитектора. И вот все то, что сопряжено с нашей скульптурой и внешним видом Манежа, это работа Ингмара. Елизавета Павловичева, руководитель выставочного отдела, центрального выставочного зала Манеж, куратор проекта. И человек, которого знает весь Петербург, Иннокентий Иванов, голос которого невозможно ни с чем перепутать, ни с кем. И Иннокентий отвечал в этом проекте, естественно, за его телевизионную составляющую. Почему и как мы обратимся обязательно с этими вопросами ко всем нашим спикерам. А первое слово я предоставлю куратору проекта Елизавете Павловичевой. Елизавета, это ведь не первая выставка скульптуры, которая случилась в этих стенах. Да, абсолютно верно. Если обратиться к выставочному прошлому Манежа, то еще в 2019 году у нас состоялась выставка деревянной скульптуры. Христос в темнице она называлась. И в Манеже демонстрировались 33 деревянные скульптуры, фигуры Иисуса Христа. Далее, в 2021 году мы вновь обращаемся к теме экспонирования скульптуры и показываем выставку «Неподвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева». В том проекте мы говорили о скульптуре, начиная со второй половины XVIII века и заканчивали 1917 годом. Классическая скульптура, невероятно гармоничная. Нам хотелось выдвинуть ее на первый план и дать ей право самостоятельного высказывания. Поэтому мы тогда соединили скульптуру и оперу. Это был такой достаточно экспериментальный шаг. А пространство Манежа превратилось в архитектурное пространство театра. У нас было и фойе, и закулисье, и гримерки, и несколько сцен, на которых стояли скульптуры. И под оперные фрагменты они у нас взаимодействовали, так сказать, с публикой. И таким образом мы выдвинули скульптуру на первый план без привычного взаимодействия с живописью или графикой, и без привычного включения в архитектуру, а скульптура заявила о себе самостоятельно. И надо сказать, что вот этот проект в таком масштабе, в котором он был представлен в Манеже, был одним из первых экспериментов обращения исключительно к скульптуре. И эта выставка очень понравилась нашим посетителям, она была мега посещаемая, и по просьбам наших зрителей мы решили продолжить скульптурную тему. И вот уже сейчас, в 2023 году, мы представляем выставку «Сопряжение форм. Русская скульптура. 20-й век». Из названия понятно, что мы обращаемся уже к скульптуре 20-го века, но мы затрагиваем именно все столетие, начиная с 1901 года до 1999 года, показывая всю скульптуру во всем разнообразии. Сопряжение форм довольно непривычное, на первый взгляд, название. Оно даже произносится не очень просто. Почему была выбрана именно вот такая форма подачи названия? Ну, мы в данном случае решили продолжить традицию междисциплинарного сопряжения. И если в первом нашем проекте скульптура была соединена с оперой, то, когда мы говорим про 20-й век, довольно очевидным решением было соединить скульптуру и хронику. И поэтому в пространстве манежа у нас появилась видеохроника. Это не кино-телевидение, да, конечно, потому что именно эти направления, зародившись в 19-м веке, активно развиваются в течение всего 20-го века. Но мы сосредоточились именно на документальных материалах, чтобы поддержать скульптуру. Потому что вот те герои, к образом которых обращались творцы, они, собственно, представлены и в документальных материалах, которые поддерживают, позволяя скульптуре как будто выходить из кадра и оказываться в другом измерении, рядом с нами, здесь и сейчас. Ну и, конечно же, это не только сопряжение двух разных видов искусства, но и сама скульптура в 20-м веке, она соединяет в себе множество направлений. Это и реализм, и абстракция, и авангард, и кубизм, и модерн, и ар-деко, и наив, и импрессионизм, и экспрессионизм, и можно до бесконечности перечислять все направления, в которых работают скульпторы. Поэтому вот это разнообразие, соединенное вместе, своего рода тоже сопряжение форм творческого воплощения. Спасибо, Ирина. Я хочу обратиться с вопросом к вам. Скульптура, существует такой стереотип, что незаслуженно остается в тени других видов искусств, живопись, графика. Вы заведуете фондом скульптуры, и вы уже также не первый раз принимаете участие в деятельности Манежа, и на первой выставке русская скульптура от Шубина до Матвеева выступали нашим научным консультантом. Почему так важно именно по скульптуре определять исторические вехи, творческие направления, какие-то оригинальные ходы и высказывания художников? Спасибо, добрый день. Если говорить вообще о восприятии человеком скульптуры, то это достаточно сложная история, потому что мы все с детства привыкли к тому, что у нас на стенах висят какие-то картинки, то есть плоское изображение. И наш мозг адаптируется с детства именно к таким видам изображений. Скульптура — это более сложный вид искусства, который требует таких очень серьезных мозговых затрат, если можно так выразиться, потому что освоить в своем воображении, в своем сознании и подсознании трехмерный объект со всех его сторон, где-то это должно потом соединиться, и наш мозг должен выдать нам вот это полное объемное изображение. Это совершенно другая работа всех наших чувственных систем и так далее. Поэтому, что касается скульптуры, то у нее, безусловно, меньше поклонников и меньше тех людей, кто ее понимает, потому что для этого нужна очень серьезная работа — это душевная, духовная, культурная и так далее. И, во-вторых, скульптура — это тот вид искусства, который достаточно сложен в исполнении, в отличие от живописи, графики. И в силу своих технических особенностей и технологических, потому что от замысла художника до исполнения проходит очень большой путь. Это сначала эскиз, потом это какая-то модель в глине или на сегодняшний день есть такой материал, как скульптурный пластилин. Затем отливается форма в гипсе, потом по форме отливается бронза или какой-то другой материал. Либо это рубка в камне или дереве, что тоже занимает огромное количество времени. И сделать какое-то графическое произведение, создать или живописное — это все-таки процесс более быстрый, более скорый. И живопись и графика могут быстрее реагировать на те или иные события и так далее. Это к вашему вопросу, Анна, о том, почему мы так важно именно по скульптуре определять какие-то исторические вехи и события. И уж коли скульптура обладает столь долгим технологическим процессом создания, реагирует и очень живо реагирует на какие-то события, значит, действительно, эти события являются архиважными для страны, для народа, в каком-то мировом масштабе. Потому что, вы же понимаете, какая-то сиюминутная история вряд ли может быть отражена в скульптуре ровно по этому самому принципу. Поэтому, когда мы смотрим на эту экспозицию, скульптуру 20 век, мы идем по ней шаг за шагом, и мы буквально на каком-то чувственном уровне воспринимаем и понимаем то, что происходило с нами, с нашими родителями, с нашими дедушками и бабушками со всей страной и так далее. Потому что это очень точное попадание в те смыслы эпохи, которые эту эпоху определяли. Насколько я знаю, других выставок, посвященных исключительно скульптуре, причем такого масштаба, чтобы они занимали более 4000 квадратных метров экспозиционных площадей, не было. Расскажите, пожалуйста, что для вас этот проект? И первая его часть, классическая скульптура, и вот эта выставка, на которой мы с вами сейчас присутствуем, 20 век. Почему произошло такое разделение на две разные эпохи? Как экспонируют скульптуру? Какие есть сложности, препятствия? В чем отличие именно скульптурной выставки от любой другой, в которой и скульптура, и живопись соединены? Ведь здесь, по сути, присутствует такой моножанр. Скульптуру вообще очень сложно экспонировать. Даже если мы будем говорить о выставке одной скульптуры, это всегда большая головная боль для экспозиционеров. Потому что скульптура – это прежде всего объем, это прежде всего освещение. нам нужно ее поставить, если говорить о каких-то чисто технических моментах. Нам нужно ее поставить на нужную высоту. Мы должны учесть все возрастные категории. Мы должны учесть тех детей, которые, допустим, придут на нашу выставку, если у нас там 0+, или 5+, например. Рост человека взрослого и так далее. То есть это должна быть какая-то оптимальная высота. Это должен быть подходящий подиум, который будет не слишком широким, не слишком узким и так далее. Это должен быть очень грамотно выставленный свет, чтобы вот этот объем, он был подчеркнут и выявлен во всей его полноте, красоте. И мы должны еще с освещением и с самим моментом экспонирования попытаться передать ту задумку, которую предполагал автор. А если он не оставил никаких воспоминаний, значит, нам самим, как профессионалам, учитывая нашу насмотренность и наш опыт, нам нужно самим догадаться, что же хотел сказать, передать скульптор вот этой пластикой. Почему важно экспонировать скульптуру? Почему? Что это за жанр такой, вы спросили, выставка скульптуры? Ну, вчера мы говорили как раз об этом на открытии, что питерский манеж сделал очень смелый шаг и первый, и второй, создав такие чисто скульптурные проекты такого масштаба. Безусловно, мы в Третьяковской галерее делаем скульптурные выставки, их стало, слава Богу, достаточно много, и люди их очень любят, и на них идут. Но нужно было решиться показать вот такой огромный срез отечественной скульптуры, что, на мой взгляд, очень важно, потому что не каждый может позволить себе поехать в какой-то музей, который расположен достаточно далеко. или мы тоже не все коллекции далеко знаем так хорошо, они еще не изучены, и вообще скульптура 20 века это просто не изученный пласт, очень мало монографий скульпторов было написано за это время. Поэтому когда вы обратились к нам с предложением о первом проекте, если честно, то у меня был шок, потому что я сказала, что это невозможно. Люди не пойдут. Как можно от Шубина до Матвеева вообще, что это за отрезок такой времени, о чем вообще мы будем говорить, как можно сказать о таком огромном периоде нашей отечественной скульптуры одним проектом, но вам это удалось. И вот это соединение мультижанровая сцена и скульптура это совершенно какая-то новая неординарная оригинальная подача, которая действительно представляет скульптуру как некоего главного героя. И я считаю, что вот в том, как мы показываем, не только что мы показываем, но и как мы показываем, заключается момент удачи или неудачи проекта. И, конечно, креативность сотрудников Манежа просто вызывает восхищение. Это не какие-то льстивые слова, это действительно было мое большое удивление, когда я увидела первую часть этого проекта, приехал сюда. Экспонировать скульптуру XX века это еще более сложная история, потому что скульптура предыдущих веков она все-таки более единостилистическая, там медленнее шло ее развитие, стиль из одного в другой перетекал достаточно неторопливо, на это требовались десятилетия, чтобы скульпторы как-то переначали свое мышление, и историческое развитие не шло такими быстрыми темпами, не неслось. Но XX век это банальная мысль, это век скоростей, и здесь стили, как уже сказала Елизавета, сменяли друг друга с неимоверной быстротой, и как ни странно, вот мы видим по этому проекту, скульптура умудрилась реагировать, умудрялась реагировать на все эти стилистические и социальные изменения невероятным образом. Поэтому соединить скульптуру и кино вот здесь было очень грамотным ходом, потому что кинематограф тоже с его быстротой развития, с его 3D-4D технологиями, которые побуждают человека в плоскостном изображении увидеть некий объем, войти вот в это пространство кино, и здесь у вас получилось вместе с кино ввести человека вот в это пространство скульптуры, вот в эти объемы, как бы закружить его вот в этом духе потоки времени, здесь тоже вот эта идея, она была очень хороша, она опасна была, на мой взгляд, могло не получиться, но, как мне кажется, получилось, и это очень смело, и браво, конечно, манежу за его смелость. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Спасибо большое. Вообще слово смело звучит уже не первый день в наших дискуссиях, обсуждениях на тему этой выставки. Вот мы, наверное, ни на секунду не сомневались в правильности решения показать скульптуру через видео, через телевидение, через хронику, и также мы ни на секунду не сомневались, кого нам нужно пригласить со-куратором проекта для того, чтобы эту идею реализовать. Иннокентий, вы уже понимаете, что следующий мой вопрос будет к вам. И открою тайну, Иннокентий согласился моментально, даже уговаривать не пришлось участвовать в этом проекте. Это не первый опыт нашего взаимодействия. Мы начали наш контакт с Иннокентием Ивановым на выставке «Первая позиция русский балет» и плавно перетекли в русскую скульптуру. И у меня есть предположение, что и следующий проект, посвященный выставке 80-летия снятия блокады, мы также будем просить вас помочь и консультировать. Но давайте все-таки вернемся в это пространство здесь и сейчас, но при этом история страны в хронике. Как вы работали, какими принципами руководствовались, как подбирали материал, как взаимодействовали со скульптурой и складывали ее в хронику. Потому что у нас было еще несколько очень хороших высказываний о том, что скульптура это застывшая хроника, а хроника это ожившие герои скульптур. На самом деле мне было очень лестно это предложение, я согласился, потому что интересно работать в очень интересной и действительно смелой команде, которая делает очень хорошие выставки в Манеже на протяжении многих лет, а с другой стороны сфера исторического документального кино, которой я занимаюсь очень давно, это моя профессиональная сфера, и я в ней ориентируюсь так же, как хранитель фонда скульптуры в своей скульптуре. И вот вчера на открытии куратор выставки из Третьяковской галереи замечательно сказалось, что такой огромный фонд скульптуры, сложно было выбрать огромный массив, и еще отличие этого огромного массива в том, что, к сожалению, в России очень большие проблемы с архивами, и хроника недостаточно каталогизирована, есть ошибки в том, как она хранится, она по большей части не оцифрована, есть огромные массивы хроники, которые даже вообще не разобраны. Я могу вам сказать, что в архиве пятого канала лежит вся хроника Японии от начала зарождения кинематографа до капитуляции Японии, потому что после мирного соглашения она была просто передана в Ленинград и осталась в архиве телевидения, и до сих пор эти коробки с пленкой не разобраны, их никто не видел, эту хронику, что там снято и как. Поэтому вопрос поиска всегда такой сродни квесту, потому что ты не знаешь на самом деле в каком архиве что и каким образом добыть из этого архива. С другой стороны, есть такие общеизвестные кадры, которые видели все. Мы же старались подобрать нечто, что было бы не так общеизвестно, и разделив его на какие-то группы, мы, конечно, включали кадры классические, чтобы создать атмосферу эпохи, потому что многие знают какие-то хроникальные кадры из каких-то первых художественных фильмов, документальных, которые были собственно явлением тоже для эпохи. Такие кадры включены, безусловно, мы старались искать какую-то хронику, скажем, которая бы более соответствовала тем образом, который представлен на выставке. Скажем, лично мне жанр скульптуры больше всего интересен, и всегда был интересен, потому что, мне кажется, творения именно скульпторов, они никоим образом не переживают некое такое... Они никогда не стареют. Вот есть какие-то произведения живописи, которые через какое-то время выглядят старомодными, устаревшими. Вот я не знаю, если сейчас мы сделаем выставку соцреализма какого-то такого, я не знаю, 30-х-50-х годов, многие будут говорить, ну что вы вытащили какой-то нафталин условно. Если же мы покажем скульптуру 30-х, 40-х, 50-х годов, даже в жанре соцреализма сделанных, каких-нибудь людей труда, нам не выглядит это нафталином, потому что я вот согласен тоже с тем, что в скульптуре в этом виде искусства гораздо больше мастерства заложено такого и художественного, но с одной стороны ремесленного мастерства, которое требует больших навыков, большого обучения, большого умения, и поэтому это искусство гораздо более интересное, на мой взгляд. И скульптура поэтому не устаревает, и когда появляются какие-то, скажем, персонажи вдруг из 30-х, 40-х годов, которых, может быть, уже все и забыли, например, Генрих Егода с карты Беломор-канала. Я не знаю, насколько это произведение ценно с точки зрения именно искусства, но, безусловно, для истории оно очень значимо, и мы старались, скажем, к нему подобрать кадры, чтобы зрители увидели этого человека в том виде, в котором он был в реальной жизни, насколько скульптор уловил это, не уловил, и рядом кадры этих людей, работающих на Беломор-канале. Потом вот в первом зале, в Иван-зале, где у нас некий такой анонс выставки, мы сделали ленту лиц 20-го века из разных областей, это некий такой, даже, я говорю, квест, все ли смогут узнать всех этих персонажей. И я их подбирал безусловно, с каким-то своим мнением о том, кто должен быть среди них. И я даже включил до своего дедушку. Признаюсь честно, так воспользовавшись служебным положением, вот так как он основал Дубну, ему там стоит большой памятник, тоже, кстати, скульптура, вот, и он среди деятелей науки там участвует. И было сложно, опять же, еще раз повторюсь, массив хроники огромен, то есть мы берем фактически из-за рождения кинематографа и заканчивая 99-м годом этот массив огромен, и выбрать из него какие-то кадры, которые характеризовали бы каждый период наиболее ярко и объемно, опять я говорю слово объемно, что очень сродни нашей выставке, было сложно. Мне тоже вчера задавали в интервью этот вопрос, насколько было трудно мне это делать. Я не скажу, что это было трудно, скажем так, я не знаю, с творческой точки зрения, это было не трудно, но вот очень было много сложностей, связанной с тем, чтобы найти ту хронику, которую хотелось найти, потому что, еще раз повторюсь, в архивах она недостаточно в порядке находится. Есть ли, например, вероятность, что что-то может найтись, что мы можем включить в эту выставку? Заменить кадры хроники намного проще с точки зрения работы с экспозицией, нежели, например, вдруг мы решим поменять скульптуру? Безусловно, всегда можно что-то найти. Эта выставка еще тем интересна, скажем для меня, что здесь очень много экспонатов из разных небольших, я не знаю, провинциальных музеев. Хорошее это слово, не знаю, правильное. Это нормальное, приемлемое слово, здесь ни в коем случае нет никакого ранжирования. Провинциальный музей это совершенно приемлемое определение для музеев, находящихся на перифериях и в регионах. Вот в советской системе кинопроизводства была некая такая схема, когда определенная хроника определенных даже событий передавалась, скажем, не там, где она снималась, не из того города, где она снималась, совершенно в другой город. Например, вот когда приезжал в Ленинград Фидель Кастро, в хронике визита Фиделя Кастро в Ленинграде не сохранилось, ее нет, ее сразу же передали в какой-то другой архив, то есть найти ее сейчас здесь невозможно. Если что-то попадало опять же в какой-то провинциальный архив, опять же, это не уничижительное слово, там тоже недостаточно, может быть, и сотрудников, и возможностей, чтобы все отсмотреть. Не все даже отсмотрено. Вот поверьте мне, массив хроники таков, что не все даже отсмотрено. И мы практически до конца не можем сказать, вот все ли мы, вся ли хроника даже того же Сталина, как бы Ленина есть. Ну, практически, наверное, вся, но вполне возможно, что в каком-то архиве может найтись что-то еще. Это безусловно. И я хочу еще сказать, что мы намеренно как бы практически не использовали кадры художественных фильмов. Безусловно, мы включили кадры из фильмов Эйзенштейна, потому что это нельзя не включить с одной стороны, с другой стороны, как бы там есть те кадры, которые он, выдуманные кадры революции, которые стали для нас как будто документальными. Вот в чем сила еще режиссеров, что какие-то художественные кадры, снятые, скажем, в ленте «Октябрь», они стали просто гласить. Нам кажется, что так и было, такой штурм и был Зимнего, никакого такого штурма Зимнего не было. Но эти кадры как бы характеризуют для нас визуальную эпоху. И опять же, не включить, скажем, кадр из фильма «Летят журавли», где главная героиня встречает вернувшихся с фронта «Солдат». Это тоже такой классический кадр того времени, когда начало возрождаться само понятие победы и празднования победы в 60-е годы, только когда до этого 20 лет не было ни дня победы, ничего. И вот этот кадр Самойлова, когда он встречает героев, вернувшихся с войны, это тоже кадр, который как бы кажется документальным, потому что есть такие кадры. Которых документального больше, чем художественного. И мы его как раз ставим между собственно кадрами реальной хроники. Поэтому вот так. Иннокентий затронул очень важную тему, нам часто задают вопрос, почему не художественные фильмы, а документальная хроника. И на это есть очень понятный и конкретный ответ. Дело в том, что документальная хроника и репортажная съемка, они как будто бы без автора. Они документируют и фиксируют события. Поэтому нам было крайне важно сакцентировать внимание на личностях скульпторов, на их работах, на главных героев, которых запечатлела скульптура. И поэтому мы, конечно, помнили знаменитую фразу о том, что важнейшим из искусств является кино, но тем не менее сознательно отошли в пользу репортажей документальной хроники, чтобы в большей степени сконцентрировать внимание зрителей не на знакомых кадрах из кинофильмов, а на событиях, которые подчеркивают значение именно вот такой хроникальной скульптуры. Я хотела бы сейчас обратиться к Ингемору Ветвицкому, потому что мы находимся в той атмосфере, автором которой стал именно Ингмор. И прошлая выставка, посвященная скульптуре 18-19 века, была сделана замечательным архитектором Александром Кривенцовым, но была принципиально другой. И нам было очень важно создать совершенно иное пространство. И, честно говоря, мы понимали, что оно должно быть другим, но не знали каким. И познакомившись с Ингмором вот в таком же формате дискуссии на архитектурном форуме, по-моему, год назад это было, ровно год назад, мы как-то очень быстро нашли общий язык. И вот то смелое решение, которое предложил Ингмор лишить манеж каких бы то ни было архитектурных форм, ведь если вы оглядитесь, вы не увидите ни наших знаменитых полукруглых окон, ни каких-либо других выступающих элементов, которые бы отвлекали от скульптуры. Честно, нам было немножко не по себе от такого нового взгляда, но вот расскажите, пожалуйста, почему вы приняли такое решение, и вот что и как должен увидеть зритель именно в формате архитектурной концепции выставки? Архитектурная концепция здесь заключается в том, что с самого начала работы над этой выставкой я понимал, что необходимо создать какой-то очень такой правильный фон, правильное основание для тех безусловных шедевров, которые мы можем здесь видеть. Хотелось поменять пропорции манежа, раскрыть его, то есть чтобы не было манеж не был каким-то таким лабиринтом из отдельных комнат, и безусловно масштаб 20 века это огромное время, и поэтому хотелось в это время показать через большое крупное пространство. Сам цвет окружающих вас стен приближен к цвету пола, к цвету света, которым освещена скульптура, и вот этот контраст таких лаконичных стен и мягких драпировок, складок, он создает безусловно такую концентрацию внимания на объектах искусства. Ну, естественно, это работа с куратором, с Елизаветой, то есть очень много времени мы провели над тем, какую скульптуру, как и куда поставить, и безусловно это командная работа, и манеж того места, где можно реализовывать самые смелые идеи. Ну вот, мы отнеслись с некоторой настороженностью к идее драпировки подиумов, что по-вашему, вот, повторите, пожалуйста, для зрителей, как вы нас убедили прийти и остановиться именно на этом экспозиционном решении. Ну, 20 век полон очень разных событий, и вот это, так скажем, ткань времени, которая накрывает эти события, она вот как раз и символизирует вот эти вот разновысотные подиумы, и из этих событий мы видим только именно скульптуру, которая скульптуру эту ткань времени возникла на этой поверхности, и она с нами разговаривает об этом, но под этой тканью вот эти подиумы разновысотные, это и есть те события, о которых эта скульптура нам рассказывает, находясь на таком ландшафте историческом. Ну, и, конечно, эти ткани, памятники же многие открываются через ткани, ткань это тоже и экран, собственно, на котором мы видим проекционные системы. Многие складки и драпировка подиумов, здесь обратить внимание, она как бы вот даже, скажем, вот повторяется движение, которое присутствует в скульптуре, и некоторые складки сразу не получались, даже мы тут совместно отдельно драпировали элементы. Но, в общем, это такая художественная задача, это, в принципе, правильным образом раскрыть, разложить, подвинуть, переставить. так что, как-то вот таким образом все сложилось. Еще я добавлю, что скульптура XX века очень разнообразна. Появляется цвет, появляются новые формы, и поэтому создать такой монохром, на фоне которого все эти изменения, нововведения, какие-то, может быть, технологические новшества в создании скульптурных форм зрителю были лучше видны, сделать так, чтобы архитектура и дизайн подчеркивали скульптуру и предмет, который мы выставляем. Именно этим обусловлен такой сдержанный, лаконичный цветовое решение, которое мы приняли в этом проекте. А еще я от себя добавлю, что вот такие вот «Ниспадающие фалды» это все-таки какой-то омаж к классической скульптуре, где в мраморе мастерство скульптора закладывало формы, проступающие лица и так далее и тому подобное. Но давайте вернемся в скульптуру. На прошлой нашей выставке классической скульптуре XVIII-XIX веков нас ждало несколько сюрпризов. Например, работы были переатрибутированы. То есть, чем интересны выставки, сборные, которые происходят в Манеже? Мы со всех концов страны везем сюда предметы. И здесь, встречаясь, предметы из одних музеев, хранители из других музеев, видя эти работы, у нас начинается очень сложная музеевическая работа. И вдруг оказывается, что хранитель из одного музея у скульптуры другого музея знает огромное количество интересной информации. И вот такие любопытные моменты вскрылись у нас на прошлой выставке. Елизавета, я очень попрошу вас рассказать нашим зрителям, что мы открыли. У нас уже очередной раз выставочный проект превращается в научное исследование. В прошлый проект действительно произошло ряд переатрибуций, в том числе, например, мы установили, что скульптура памятника Екатерине II, который находится в городе Маршанске, он на самом деле принадлежит не Александру фон Боку, как это считалось ранее, а выполнен скульптором Гальбергом. И наш научный сокуратор Елена Вениаминна Карпова написала целую статью по этому поводу. Мы эту скульптуру доставили в Манеж. На самом деле в городе сейчас в Маршанске установлены копии этой скульптуры на главной площади. А вот оригинал, который претерпел невероятную приключенческую историю, он был установлен к стулитию Маршанска в статусе города в честь Екатерины II в 1878 году. Потом в 1917 его ветром снесло с постамента. Он упал, был разбит. Его уже направили на переплавку, но директор музея его спас, спрятал. Несколько десятилетий этот памятник пропал из виду. Потом его нашли. Он какое-то время хранился в фондах музея. Потом по этому оригиналу сняли копию, которая сейчас стоит в городе. А вот сам оригинал со следами формы стоял прямо на улице. И когда нам привезли его в Манеж, то он был в таком достаточно плачевном видавшем виду состоянии. Следы бытования, жизнедеятельности птичек. И вообще он врос в землю. Его с трудом наши доблезные сотрудники логистической компании, передвозчики, передвижник, компания передвижник, они с трудом его достали из грунта, который был промерзший уже в феврале месяце. И вот они привезли, и архитектор Александр Александрович Андроханов в считанные дни приводил его здесь в порядок, чтобы нам представить на выставке в лучшем виде, что мы, собственно, и сделали. То есть тут такая и научная атрибуция, и научная реставрация, и очень такой технологический процесс к доставке этой скульптуры все вместе соединилось. Но это не только в ряде скульптур мы переустановили портретируемое лицо. То есть, например, скульптура Паула Трубецкого ранее называлась портрет графини Тенишевой. Но это вовсе не Тенишева, это на самом деле жена пивовара Корнеева, и тоже была написана на эту тему статья. Мы установили совершенно другую личность портретируемого лица. Примеров можно приводить уйму, и если говорить про нынешний проект, то он тоже превратился в исследование, но в первую очередь потому, что сама по себе скульптура XX века достаточно малоизучена. Есть отдельные монографии по конкретным авторам, есть статьи по направлениям, даже какие-то там учебники, но вообще в целом охватить срез сквозь весь XX век, да еще и как мы это делаем в таком культурологическом соединении с хроникой, это действительно эксперимент, и вот эта площадка Манежа сейчас превратилась в поле для научного исследования, и на самом деле для специалистов самых разных специальностей и направлений, это искусствоведы безусловно, но это и культурологи, и социологи, и историки, потому что скульптура, особенно скульптура XX века, она очень остро реагирует на политические события, и за счет своей включенности в пространство города, в архитектуру города, и вообще в пространство страны, в поле, в социальное поле скульптура включена, она взаимодействует с обществом, и отдельные группы людей взаимодействуют с тем или иным памятником, вокруг которых собирают какие-то локальные такие вот социумы, социальные группы, самые разнообразные, поэтому вот здесь показать вот это все разнообразие и за счет хроники показать, как люди реагируют, как скульптура, вокруг скульптуры собираются люди, как скульптура выходит потом в это пространство и заявляет о себе, символизирует определенные эпохи. Это такой тоже, мне кажется, очень важный пласт, который нам удалось вскрыть, так скажем, вот в этом разнообразии сопряжения форм. Ну вот 20 век все-таки довольно близко, это не 18 и не 19 века, где действительно какие-то можно потерять истории, имена, лица и так далее. Тем не менее, вы прогнозируете, что на этой выставке у нас также будут какие-то новые открытия? Ну, они у нас уже есть. Во-первых, мы впервые после очень длительного перерыва экспонируем панно скульпторов Рихара. Это фаянсовое панно, которое хранится в фондах Екатеринбургского музея, и оно много десятилетий находилось в руинированном состоянии. Создано оно было в 1937 году, почти сто лет назад. Это невероятный тоже материал для исследования, в том числе этнографического, потому что там представлен праздник в Казахстане в 1937 году, 12 декабря. И вот это люди на лошадях, и атмосфера с флагами советскими, то есть это дух эпохи, когда союз соединенный и женщина там тоже, которая уже заявляет о своих правах во всей нашей стране, дух свободы, очень ярко передан в прямом смысле, потому что невероятно колоритное панно специально для выставки совместными усилиями Екатеринбургского музея и манежа. Это панно было восстановлено, и сейчас по сути мы можем видеть премьеру его представления после очень-очень долгого перерыва. Вообще почти все экспонаты, которые представлены на выставке, а их 333, потому что сложно было остановиться в выборе, опять же, в силу масштабности прошлого столетия, и в основном все экспонаты из фондов музеев, то есть увидеть их в открытой экспозиции не представляется возможным. Вот, например, прямо передо мной, за спиной зрителей, скульптурная группа. Это скульптуры, которые создавались учениками Института народов Севера в 1928 году под руководством скульптора Месса. И примечательна эта скульптурная группа тем, что жители восточной части нашей страны были отобраны по способностям, и способные к скульптуре ученики были направлены в Санкт-Петербург, тогда в Ленинград уже, где обучались скульптуре, и, конечно, им преподавали академическую скульптуру, безусловно. Но на примере тех произведений, которые ими были созданы в результате, мы видим, насколько этот академический навык все равно оказался в соединении с их самобытным принципом восприятия и передачей действительности окружающего мира. вот их самобытность, аутентичность, она в этих скульптурах очень ярко видна. Опять же, скульптуры были предоставлены этнографическим музеем, они находятся в фондах и для этнографов, для антропологов, для социологов, для культурологов. Это пласт, который можно изучать. эти скульптуры не только примечательны своей самобытностью, но они стали участниками выставки 1938 года в Париже, на которой также выставлялась Мухина со своим рабочим и колхозницей. То есть, это тоже очень интересная находка для нашей выставки, мне кажется. Ну, примеров опять же можно приводить уйму, вот, поэтому... Но все секреты мы будем раскрывать во время экскурсии. Приходите, пожалуйста. Также я хотела бы особо отметить, что манежем разработана обширная просветительская программа, лекции, семинары, где мы будем рассказывать обо всем, что произошло в 20 веке, не только с точки зрения истории, политики, научных достижений, но и том, как это отразилось на художественной жизни, на пластике, на работе скульпторов. И раз уж Лиза заговорила о сложностях, я помню, что на протяжении всего времени подготовки к этому большому выставочному процессу Елизавета говорила, что самое сложное это остановиться, потому что огромное разнообразие скульптуры, отказаться от чего-то крайне сложно, и поэтому, Ирина, я попрошу вас рассказать о том, как строился отбор, по каким критериям, какая методология использовалась, потому что действительно ярчайший 20 век, множество скульпторов, потрясающие работы. С одной стороны, кажется, что 333 это много, но понимая, как строилась внутренняя жизнь и отбор этих экспонатов, кажется, что могло бы быть еще как минимум в три раза больше. Спасибо, хороший вопрос. Начну с того, что собрание Третьяковской галереи составляет порядка собрания скульптуры, порядка 6000 экземпляров. И надо сказать, что второстепенных вещей в собрании мало. В основном это вещи первого ряда. И что касается собрания скульптуры 20 века, то Третьяковка может гордиться. Им и она заслужена по праву гордиться, потому что это самые яркие имена и самые лучшие вещи, включая 15 бывших союзных республик. У нас тоже уникальное собрание. Поэтому если говорить о числе, то 6000 экземпляров, а здесь представлено 67, сами понимаете, какая часть малая. А нужно было еще и отобрать работы в русском музее, естественно, и по всем городам и весям нашей огромной необъятной страны. Поэтому мы с Елизаветой встречались на протяжении двух лет периодически, отсматривая сотни работ, сидя то в Питере, то у меня в кабинете в Третьяковской галереи. Это был увлекательный процесс, но очень сложный и утомительный, потому что уже иногда просто в глазах рябило, шли и шли эти работы. И, конечно, если говорить о принципе, то он очень важен, четкий принцип отбора, потому что прежде всего мы должны были представить имена. Это была первоочередная задача. Самые яркие имена, на которые опираются скульптуры XX века Голубкина, Каненков, Матвеев, Эрзя, Манезеры, супруги, Кербель, Лебедева, Мухина, Шадор, еще там ряд имен. Это очень крупные имена и их самые лучшие вещи или редкие вещи, как, например, редко экспонируемые, но не менее талантливые и исключительные, как, например, рельеф Каненкова пиршества, который практически редко выходит в выставочные залы, но здесь он занимает одно из центральных мест. Совершенно уникальная вещь, одна из ранних принадлежащих авторству Каненкова. Второй критерий, следующий критерий это имена незнакомые или малознакомые, но тех скульпторов, которые создали либо выдающееся произведение, либо где-то в области, в какой-либо области, в ком-либо регионе, являлись определяющими для пластики того или иного периода. И для этого, конечно, нужно было погружаться в атмосферу скульптуры не только присущей и известной столицах, в двух столицах нашей страны, но и, я имею в виду Москву и культурную столицу Санкт-Петербург, но и в регионах, что было сделать достаточно сложно, потому что, естественно, все запасники не объездишь, нужно было общаться с госкаталогом, куда далеко не все вещи выложены, значит, соответственно, нужно было делать запасы, непосредственно в музей и так далее. В общем, это какая-то безумно сложная работа. Отбор это самое главное для выставочного проекта, потому что зритель, он же, прежде всего, визуал, и не всегда, и далеко не всегда к нам приходят на выставки, на скульптурные выставки профессионалы. Много любителей, а много вообще людей несведущих, которые услышали от знакомых, что идет классная выставка, надо бы посмотреть, говорят, что это очень интересно, а что там интересно, вот до этих мы сходим. И вот на таких зрителей, которые не сведущие, но которые мы тоже хотим рассказать и донести до них всю прелесть и красоту искусства скульптуры, мы тоже должны рассчитывать наш проект. поэтому мы своими экспозициями и своим соединением, монтажом экспонатов, что отсылает нас опять же к искусству кино, мы должны рассказывать истории вам. Истории очень интересные, и вы должны эти истории считывать уже из того, как мы подобрали экспонаты, как мы их между собой сопрягаем, как мы их расставляем, как мы их освещаем, вы должны на интуитивном уровне уже считать некую интересную историю. И вот это самое сложное для куратора. Мне кажется, что здесь это удалось, ну и плюс, конечно, экскурсионная образовательная программа вам поможет. Потрясающе емкий ответ от профессионала экспозиционной деятельности и эксперта в области скульптуры. Ингмар, а вот у вас прямо противоположная ситуация, поскольку в музейном пространстве вы работаете впервые. Ну, наверное, не впервые. У меня была выставка, я ее оформлял для Юрия Купера в Юсуповском дворце. И там, собственно, выставка называлась «Фомата». Если можно, пару слов о ней. Я тоже там применял ткани, там был двухслойный, такой был полупрозрачный тюль, который при движении создавал эффект муара, и классическая архитектура, она присутствовала внутри выставки и подходила через вот эти валь под живопись Юрия. что касательно этой выставки, безусловно, это совершенно другой масштаб. Безусловно, это гораздо более крупное, такое, наверное, самое успешное городское пространство, выставочное, именно это центр города, это колоссальная ответственность. И, как сказать, я думаю, что мы общей командой справились с этой задачей, безусловно, приятно работать в окружении интеллектуально развитых, умных и обязательных людей с хорошим вкусом. И вот эта сплоченная степень нашей команды, она позволила добиться этого результата. Спасибо большое. Наверное, мы будем уже переходить к вопросам из зала. Пожалуйста, поднимайте руку, если вы захотите что-либо спросить у наших спикеров. А у меня есть еще один вопрос к Иннокентию Иванову. За нашими спинами находится инсталляция, внутри которой видео, документальная хроника, интервью со скульпторами. И это удивительно отметить, что именно в 20 веке мы имеем с вами возможность увидеть людей, которые что-то создают, поскольку технологии уже позволяют. Вы были автором этой инсталляции. Очень своеобразный взгляд именно на работу телевизионщиков в формате освещения деятельности скульптора. Как вы можете прокомментировать вот такую связь времен середины 20 века и настоящего момента? На самом деле было очень забавно отбирать эту хронику, потому что везде в этой хронике скульпторы работают в галстуках, иногда в бабочках, иногда в пиджаках. То есть мы совершенно четко понимаем, что они оделись так, чтобы сняться. И телевизионщики, и киношники, которые делали это в 20 веке, в разную эпоху, там есть кадры начиная с 30-х годов, как бы идет такая трансформация. Сначала действительно все люди так аккуратно очень одеты, а потом уже когда приближается к 80-м годам, к 90-м, уже начинают снимать людей как бы в естественном скульптурном как бы внешнем облике. И особенно это забавно выглядит, когда там же представлены инструменты Аникушина очень грубые, то есть очень непонятно, как такими инструментами скульптор делает то замечательное произведение искусства, которое потом получается. И ясно, что в пиджаке уж точно невозможно это делать. И поэтому да, кстати, возвращаясь еще к тому, что мы говорим о том, что хроника плохо сохранилась и каталогизирована, даже в тех сюжетах, которые представлены, там есть два сюжета. Один о скульпторе Монизере, а второй о Кербеле. И сюжет про Кербеля был снят, получается, в начале 70-х уже годов, то есть вполне уже техника вся серьезная, и потому, что он в этом сюжете делает памятник Карлу Марксу, который был изготовлен для Карла Маркса штата. И был установлен там, по-моему, в 1973 году. Это был уже его, по-моему, третий Маркс, один стоит в Москве, если я не ошибаюсь, за которым получил Ленинскую премию. И вот он сделал это для Карла Маркса штата, и звук этого сюжета не сохранился. 70-й какой-то год. И вот эти два сюжета мне пришлось написать как бы тексты в стилистике того, как писали тексты наши журналисты и кинохроники получается в 50-х годах, когда романидер делал Сталина. Сам сюжет 50-х годов. И про Кербель уже в 70-х. Я вот там рассказываю про великого Сталина таким же текстом про то, как сохранился образ дорогого сердца Владимира Ильича, про то, как понять этот гигантский вклад философа Карла Маркса и так далее. То есть тут такая стилизация с моей стороны была применена. И с другой стороны мы тут сидим как раз рядом с замечательной скульптурой Юрия Тимирканова работой из Требенецкого. И где-то примерно год назад мы сделали фильм о Григории Васильевичу Романове, таком, кто в возрасте помнит, таком одиозном нашем первом секторе обкома, Ленинградского обкома, который правил нас почти 20 лет. И в частности он отдал манеж под выставочное пространство. Здесь же был гараж, насколько я помню. С 24-го года здесь был гараж НКВД. небольшая ремарка. Каждый раз устраивая здесь выставки, мы говорим огромное спасибо гаражу НКВД, потому что в тот момент достроили вот этот второй этаж, на котором мы с вами находимся, что практически в два раза увеличило экспозиционную площадь манежа. Сейчас представить такие нововведения нам просто невозможно, потому что здание находится под охраной Геоп. Мы не имеем права даже гвоздя забить в стену этого памятника, но вот эта деятельность гаража послужила просто огромным вкладом в развитие экспозиционной деятельности центрального выставочного зала Манеж. Да, я хочу рассказать историю. Мы сделали фильм к столетию Романова, и этот фильм построен весь на исторической хронике, то есть он построен даже не на хронике Романова, а на хронике тех событий, которые происходили при нем. То есть начиная передача Манежа, строительство метро, скандал с Райкиным, что-то дальше, дальше, дальше. И в частности там был такой сюжет о том, что по-моему самая первая выставка, которая была в Манеже, она была посвящена как бы такая отчетная выставка ленинградских живописцев и скульпторов. И такие выставки как бы обязательно открывал Григорий Васильевич. Он приходил сюда, а он был человеком, в общем-то, не любившим особо искусства, даже не любившим, а просто особо не интересовавшимся. И в этом он немножко походил на Никиту Сергеевича Хрущева, который не любил тоже, но любил высказывать свое мнение. И вот на этой выставке были представлены две работы, которые вызвали его гнев. Одна работа это был бюст Брежнева, работа о Никушино. Не знаю, где он находится сейчас, не знаю его историю, просто это сама история. А второй, вызвавшего негодование, был вот этот скульптурный портрет Юрия Тимирканова. На первом этаже, естественно, стоял Брежнев. И Романов подходит к этому скульптуре и говорит, начинает возмущаться, что это не Брежнев, Брежнев серьезный человек, изобразили какого-то доброго, такого очень, какого-то такого мягкого человека. И начинает в буквальном смысле, переводи наш жаргон, наезжать на Михаила Константиновича Никушина. Типа, дескать, ну все на ты, естественно, кого ты тут изобразил. А тот ему просто на голубом глазу, так как он герой со струда, лурят всех премий, создатель Пушкина, ему абсолютно все равно. Романов перед ним, Брежнев. я так вижу. Это вот Брежнев, он, на мой взгляд, о том, вот добрый человек, я таким его вижу. Ну, Григорий Васильевич обо спорить не стал, нечего спорить с героем со струда, и поднялся на второй этаж, увидел Тимирканова. И тут просто разразился скандал, замечательный скульптор Ястребенецкий вот недавно ушел из жизни, прожил почти сто лет, замечательный человек, и устроил ему просто выволочку, почему Тимирканов с одной рукой. И в течение, говорят, 20 минут просто отчитывал Ястребенецкого, почему Тимирканов с одной рукой. И после этого эту скульптуру убрали с выставки. То есть, ну, некушанное трогать нельзя, а Ястребенецкого можно. И вот таких таких историй можно набрать очень много. И а сейчас это ваша скульптура, да? То есть, по сути, она должна была бы быть в русском музее. Да? Как она у вас оказалась? Вот бронзовый вариант в Третьяковской галерее, а в мастерской на песочной набережной 16 точно такой же гипсовый стоит. Так что, да. То есть, вот такая история. И видите, может быть, если бы не было такого скандала вполне возможно, он бы оказался в русском музее, наверное. То есть, вам, видите, повезло. Вот как раз про вопрос об открытиях, да, которые... Я эту историю слышу впервые, и большое вам за нее спасибо. Я думаю, что это, конечно, какой-то по счету отлив, не знаю, второй, третий, первый. Это нужно просто посмотреть по документам. То, что нам повезло, это безусловно, потому что, если говорить серьезно, то так как в 20 веке на широкую арену художественной культуры вышла именно московская скульптурная школа, именно на ее почве осуществлялись все инновации, то наше собрание, конечно, очень богато именно московской скульптурой и московских авторов, а вот с питерской скульптурой у нас немножечко похуже, как из классической, так и со скульптурой 20 века. И сейчас моя деятельность как заведующего отделом скульптуры Третьяковской галереи, в том числе, если говорить о пополнении фондов, направлена и на то, чтобы как можно более тесно наладить контакт с питерскими скульпторами и пополнить наше собрание по возможности питерской скульптуры, потому что это очень важный момент в формировании, в художественном формировании скульптуры нашей страны вообще, и без питерской скульптуры говорить о развитии скульптуры 20 веке невозможно, как бы не была прекрасна своими инновациями школа московская. В Питере была своя история, и она крайне важна для полноценного объемного понимания развития скульптуры. Еще один такой момент об открытиях. Вот Лиза говорила как раз о рельефе Фрихара, праздник. Но самое интересное, что когда скульптор Фрихар творил, то все его собратья по профессии его очень любили, но любили как человека, потому что он был веселым, очень общительным, задорным молодым человеком, потом просто мужчиной, но как скульптор они его не воспринимали, они считали его дилетантом. И то, что он делал в скульптуре, никто не воспринимал всерьез. Но сегодня мы смотрим на эти прекрасные майоликовые скульптуры рельефа Фрихара. Они у нас находятся периодически в постоянной экспозиции в Третьяковской галерее. Здесь мы на этой выставке воспринимаем это как открытие некое, и все ходим, любуемся, и этот рельеф занимает центральное место. Это к вопросу о том, что XX век вроде бы недалеко, вроде бы рядом. А тем не менее, уже время прошло столько, что происходят такие переоценки. И, например, скульпторы-манезеры и Елена Янсен-манезер, и Матвей Генрихович-манезер, чьи скульптуры здесь тоже представлены, в том числе из нашего собрания. Когда мы сделали два года назад их расширенную экспозицию всего лишь в восемь произведений, у нас народ шел больше на эту расширенную экспозицию, чем на какие-либо выставки. И было столько восхищения, потому что люди открывали для себя пластику советского периода, когда были мастера с большой буквы. И сейчас вообще очень сложно повторить вот тот уровень мастерства скульптуры, который был характерен именно для советского периода. в этом смысле вот эта выставка тоже может стать во многом открытием. Спасибо большое за такое напутствие. Ну что, выставка работает. Я всех приглашаю ознакомиться с великолепными произведениями и именами XX века. У нас в экспозиции представлено несколько разделов, которые строятся по тематике хронологическому принципу. И названия разделов у нас придуманы с использованием терминологии из мира кино и телевидения. Так, когда вы попадаете в аванзал, вы находитесь в разделе, который называется «Сценарный план». Исходя из названия раздела, можно понять, что в этом пространстве мы рассказываем об основном содержании нашей выставки. Группа скульптур, она расположена в хронологической последовательности, скульптуры размещены в хронологической последовательности. И таким образом, чтобы рассказать про основные вехи и коллизии 20 века, но также представить основные направления в скульптуре 20 века и основные техники, в которых работает скульптор. Ну, то есть это, например, мрамор, бронза, дерево, гипс и так далее, и так далее. Далее перед нами стеллаж, который называется у нас «Действующие лица», и в котором размещены портреты героев того времени, то есть это те люди, к изображению образов которых скульпторам хотелось обратиться в своем творчестве. Далее мы следуем в раздел, который называется «Хроника». Там скульптура активно соединена с видео и также поддерживают друг друга. И у нас такие там подразделы, как «Дореволюционная Россия» и «Революция». Можно видеть соответствующие видео, которые поддержаны скульптурой, или наоборот, скульптура поддержана видео. Затем, по такому же принципу, 30-е годы, «Война», «Мир», «Жанр», ну как бы вытекающий из мира, тоже раздел, где мы рассказываем про повседневность, про быт середины 20-го века, «Космос», «Спорт», «Кинотеатр» и уже постепенно перестроечное время, современный, так сказать, более близкий нам этап. По центру размещен раздел, который называется «В главных ролях». Там представлены модели осуществленных и неосуществленных памятников. Следующий раздел это раздел 18+, где мы обращаемся к истории обнаженной натуры в скульптуре. Еще один раздел называется «Спецэффекты», где скульптура, в которую скульптор заложил идею движения, вступает у нас в взаимодействие со светом, и тени за счет вот этого движения луча, тени приходят в движение, и таким образом тени скульптур тоже начинают игру и за счет кинетического эффекта движения. Ну а на втором этаже у нас разделы «Ракурс», посвященный анималистике в скульптуре, «Ноль плюс», понятно, что это тема детства, озвучание, где мы обращаемся к теме музыки в скульптуре, экспедиции, то есть это народы в опять же в скульптуре, вот раздел, который называется «Монтаж», мы тут прослеживаем динамику от авангарда до абстракции, и цветокоррекция, представляем цветную скульптуру. Ну, самая центральная и самая масштабная группа скульптур в центре зала второго этажа посвящена теме труда, называется этот раздел «Широкий формат», постепенно мы, говоря о труде в общем, переключаемся на труд скульптора, и вот уже за нашей спиной специальная инсталляция, в которой мы рассказываем про труд скульптора. Ну, сейчас мы с вами находимся в разделе, который называется «Спецвыпуск», это наш лекторий, в котором можно уже более детально порассуждать на тему увиденного и о скульптуре, и о кино, и о телевидении, и о видео. Ну, а на входе в Манеж, на портике Манежа вы, наверное, видели скульптурную группу. Это копии неосуществленных памятников, которые были выполнены скульпторами из гипса и установлены в 1918-1919 годах в пространстве города на суд публики, так сказать, чтобы граждане сами могли выбрать ту скульптуру, которую они хотят видеть в пространстве города. Это своего рода начало вот этой конкурсной истории в скульптуре советского времени. И вот те памятники, которые не выбрали, которые постепенно разрушились или их демонтировали, были восстановлены студентами Академии художеств под руководством скульптора Павла Игнатьева при поддержке Музея городской скульптуры. Они восстанавливали эти памятники при помощи видеохроник, при помощи фотографий. И вот мы сняли с этих гипсовых копий повторную копию, более устойчивую к климатическим воздействиям, установили ее на портике. Раздел называется «Пилотная серия». То есть это то, что было выпущено, но демонтировано, вырезано из истории. И сейчас колоссальную роль эти играют скульптуры еще для нас и потому, что их как раз можно потрогать. И вот для, например, слабовидящих наших посетителей это возможность ознакомиться с материалом. Дополнительная возможность ознакомиться с материалом. Вот. Вот, в общем-то, вот так. Для удобства наших посетителей мы разработали вот такую вот листовку, которая выглядит как программка. И наоборот, на ее стороне кураторский текст, рассказывающий основную идею этого выставочного проекта, а также план манежа вот с такой вот раскадровкой с названиями по разделам. Ее можно взять бесплатно на кассе для того, чтобы вам было удобно и понятно смотреть эту выставку. Ну и на полу у нас также подписаны разделы такой разметкой, но, наверное, надо укрупнить. Мне кажется, не очень считывается. А можно мне добавить немножко? Я хотел сказать, что на одном из экранов, кстати, вы можете увидеть, как устанавливают памятник Д'Антону вот как раз в 1918-1919 годах. И еще такая интересная связь с скульптурой и хроникой. Единственный сохранившийся кадр Сергея Есенина запечатлен, запечатлел поэта, когда в Москве открывался памятник Кольцову. На трибуне выступает Каменев, по-моему, если я не ошибаюсь, а сзади стоит Есений. Если это крупный план, уже искусственно укрупненный, то в принципе это единственная сохранившаяся хроника Сергея Есенина. И вот она тоже представлена. У нас укрупненный план есть в лицах, а открытие самого памятника уже в хроникальных рядах других. Еще одно измерение для нашей выставки это измерение в виде буклета. редкие случаи, когда мы успеваем, это даже не буклет, это даже каталог тире буклет, потому что он вполне себе по формату и по содержанию соответствует каталогу. И редкие случаи, когда мы к открытию успеваем издать каталог. Но это еще не финал. У нас еще будет издан каталог-альбом, большая книга, которая вместит в себя научные статьи наших со-кураторов из Русского музея, из Третьяковской галереи, Иннокентия, Иванова, Ингмара, Витвицкой. Анна, безусловно, напишет, и специалисты из разных областей. Там будут размещены статьи. Это тоже к разговору о научной работе. Она продолжается, ведется в рамках этой выставки и надеюсь воплотиться в новом издании. В выставке приняли участие 48 музеев Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России, городов из других регионов России, но также представлена скульптура из частных коллекций, что само по себе тоже можно назвать научным исследованием, потому что это та скульптура, которую мало кто вообще когда-либо имеет возможность увидеть. И из мастерских скульпторов. То есть, опять же, такой дополнительный бонус. Я благодарю наших зрителей, наших спикеров, Иннокентий Иванов, Елизавета Павлычева, Ингмар Витвицкий и Ирина Седова. Меня зовут Анна Ялова, я директор центрального выставочного зала Манеж. Спасибо вам большое и получайте удовольствие от наших проектов. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...